Уважаемые участники съезда, дорогие коллеги, позвольте мне приветствовать вас от имени работников ответственных архивов, от имени хранителей национальной памяти, рассказать о том, как мы сегодня исполняем свою общественную миссию. Не в этом зале напоминать, что свободный доступ к информации, в том числе доступ к архивным документам, одна из фундаментальных основ существования гражданского общества, важные условия его здорового и успешного развития. От того, какие возможности и условия созданы для поиска нужной информации, напрямую зависит авторитет архивов у собственных граждан, на налоги которых, кстати говоря, не содержатся, а также не в последнюю очередь уровень полнота научно-коммунитарных исследований, представления общества о его историческом обороне. В этой связи необходимо отдельно остановиться на том, что сделано и делается для обеспечения доступа к архивным документам. В современной России де-юре де-факто сложилась в погоду Тулыбко, специально подчеркиваю, к открытым, то есть не секретным архивным документам, присущественно укорение темпов и объемов их рассекречивания. Следует признать, что после 1991 года в этой области сделано немало, чего за 20-летие рассекречено около 10 миллионов дел или примерно 125 километров архивных полок. Чтобы понять масштаб изменений, приведу следующий предмет. Когда последнего руководителя главного архивного управления Советского Союза спрашивали о доступе в архивы, он обычно отвечал, а у нас архивы открыты с 9 утра до 6 вечера. В федеральных, региональных и муниципальных архивах современной России 98% от общего числа учетных документов открыты. По федеральным архивам эта цифра несколько ниже, здесь открыто примерно 96%. Вы понимаете, я не говорю о ведомственных архивах, где, как и во всем мире, существует особый порядок доступа. В последнее время в шведствах массовой информации довольно часто можно встретить статьи утверждения, что российский архив закрывается, что ради открытых документов он засекречивается. Ну что в этой связи можно сказать? Действительно, с начала 21 века у нас стали строже и ответственнее подходить к рассекречиванию документов в полном объеме, выполняя требования и законодательства государственной тайны. И в сравнении с архивным романтизмом 90-х годов, прошлого века, когда документы порой открывали даже не удосужив показания экспертов, тем же рассекречивание снизилось. И таких примеров, когда вот открывали так, как это было в 90-е годы, уже нет. Вместе с тем, практика рассекречивания последних лет демонстрирует, что ни о каком закрытии архивов не может быть речи. Вот цифры, они на слайде, по федеральному архиву уже последние несколько лет. В 9-м году рассекречено почти 5 тысяч дел, только по федеральному. В 10-м в 11-м, в 11-м более 37 тысяч. Кстати, самое большое количество с начала нынешнего века. Итоги нынешнего года пока просто не подведены. Причем цифры не учитывают объемы рассекреченных документов, которые параллельно с этим осуществляются в бедовственных архивах. А у нас только по центральному архиву Министерства обороны в Подольске, где война вся хранится в связи с выполнением приказа министра обороны, рассекречивающих документов войны. Сотки тысяч дел рассекречивания. Видимо, у нас не все благополучно с информированной общественностью об этой серьезной работе, поэтому мы такие деньги привыкли. И в этой связи мы поставили задачу создать на портале архива России электронную базу данных о рассекреченных документах, которые будут отражать эту важную для общества работу, регулярно сообщая о порциях, очередных порциях рассекреченных документов. У нас в последние годы рассекречивали многие важные комплексы. Среди них и постановление правительства Советского Союза, протоколы за созданием резинового выбора ЦК, КПСС, документы таких ведомств, как Госплан, Госбанк, документы из личных фондов Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Ежова, Жданова, Молотова и многих других партийных и государственных деятелей. И в новый пятилетний план по рассекречиванию документов на 2011-2015 годы включено более 55 дел. Работа по его реализации, я ответственно говорю, ведется организованно и не сомневаюсь, что план будет выполнен. Другое необходимое условие расширения доступа к инфакциям – это полноценное комплектование архивов новыми документами, которые являются ценно-источниковой базой для исторических исследований. У нас ежегодно на хранение принимается примерно 1,5 млн. дел. Наиболее заметное поступление в последних лет весь архив правительства Советского Союза по декабрь 1991 года, по последнюю дату фактически существования СССР. Мы, кстати, везли его с Урала, с закрытого спецобъекта, и никакого доступа к инфакциям документов не было. Везли его в Москву для того, чтобы сделать его доступным здесь для пользователей. В исполнении поручения президента Путина в 2006 году был утвержден график передачи из администрации президента из бывшего архива Больфбюро, который часто вызывает Хребенский архив, федеральный архив фонда Старина, Крущева, Президи, Вандро, Повчагненко и других руководителей СССР. График этот полностью выполнен. В исполнении поручения президента Медведева новый график подтвержденного передачи на 2010-2012 годы, предусматривающий передачу нам самой крупной части вот этого архива Больфбюро в объеме более 20 тысяч тел, в том числе и знаменитых тематических досьев к фонду. Основная работа уже выполнена, и до конца этого года мы завершим ее. И уже тогда внесем предложение руководству страны о передаче завершающей части этого уникального архива. Вообще передачи документов из наиболее закрытых по своему предназначению статуса ведущихся на архивах, вот публичные архивы, которые в нашем веке не находятся, они всегда практически делают такие документы доступными для пользователей. Ну и конечно такие передачи, об этом здесь подробно говорить не буду, но они даже серьезно готовятся в организационном материале, техническом и катомонажном. Другим вопросом доступа перейдем. Во всем мире наиболее традиционный способ работы гналифицированных пользователей с архивами через читальные залоги. За последние годы мы на 50% увеличили касательство посадочных мест читальных залогов, естественно расчет число пользователей посещений залогов. Это факт. Хотя что в них отдают, по некоторым архивам у нас еще сохраняется очередь и запись, потому что не хватает свободных посадочных мест. На слайде новые архивы и отреконструированные читальные залоги. Я об этом неоднократно раньше говорил. Ну, что значит для нас, россиян, при обсуждении темы, что значит для нас, россиян, для жителей современной страны документы советской эпохи, как к ним относиться. Так вот, в российском обществе, по-моему, в целом сложился консенсус по одному вопросу. Ни один сегодня серьезный политик и общественный деятель не выступает против необходимости собирать и бережно хранить советские документы. Они ценная составная часть нашей национальной политики. Сегодня об этом и президент говорил в послании, о котором мы здесь уже вспоминаем. И тому свидетель, что, кстати говоря, голосование в парламенте, я его хорошо помню, в 2004 году по нашему закону архивному, его фактически единогласно поддержали все политические фракции. А вот по правлению доступа и использования документов советской эпохи, и уж тем более их интерпретаций, такого согласия, конечно, нет. И вряд ли оно возможно в формирующемся гражданском обществе с обязательным преврожительным мнением. В ценах Государственной Думы в прошлом году мы провели выставку документов под названием «Советская история. Цена с решением». И организаторы постарались воссоздать реальную правду жизни ушедшей эпохи, затронули в частности такие темы, как «Октябрьская революция 1917 года», «Разборно-чередительные собрания», «Бресткий мир», «Расстрел царской семьи», «Введение депо», «Высылка инакомыслящей интеллигенции», «Индустриализация и политизация Больших героев», «Пакт Молотова и Петропа», «Великая Отечественная война», «Борьба с космополитизмом», «Запуск авторного проекта», «Освоение целины», «Первый полет человека в космос». Все это веки советской истории. Почитайте отзывы на эту выставку на официальном сайте Кубарки России, сравните его с оценками сайта об этой же выставке «Кубарки Единой России» или «Либерами России». Оценки, мягко говоря, контрастные. Но, видимо, иным иным не может быть начала диалога по острым проблемам прошлого, все еще политизующим общественным. Другой пример. Я его неоднократно приводил, и в том числе в дискуссии, накануне показа по телевидению фильма «Альджиа Вайды» в Катынине. В 89-м году, когда разгорелся конфликт вокруг Нагорного Карабаха между армянами и Забачевым, то обе стороны обратились в Москву, тогда еще в ЦК КПСС, за документами образования этой автономной области. Они эти документы получили в полном объеме. Это были одни и те же документы. Но выводы из них армянные и азербайджанцы, противоборщие с удовольствием сделали совершенно разные. И в этой связи, как человек, который долгие годы профессионально занимается советской историей, хочу напомнить присутствующим про принципы научного познания, научного исследования, которые, как мне кажется, еще долго будут влиять на всех тех, кто занимается советской эпохой. Может быть, кто-то назовет другие ягоды, но по ладу не претендует. Первый принцип, он известен, это принцип историзма. Его суть следующий. Не может ученый, тем более ученый-гуманитарий, абстрагироваться от обстоятельств жизни, от общества, в котором живет. Но неприемлемо и судить о прошлом, опираясь исключительно на представление, тем более на политические реалии сегодняшнего дня. Это правило крайне актуально при гуманитарном изучении недавних событий, которые, собственно, еще не столько прошлых, сколько вчерашних. Второй принцип, принцип объективности, связан с требованием всеобъемлющего подхода к изучаемому явлению, исследованию всех его аспектов. Только такой подход выводит на объективное оценки событий прошлого. Есть еще одна методологическая особенность архивно-исторических исследований. Я вовремя называл на прошлом связи, выступает здесь. Но повторю, нет автоматической связи между количеством и качеством настоящих источников и глубиной познания того, что. Цифры об объемах документов пола эпоха, которые хранятся в наших архивах, об этом свидетельствуют. По досоветскому периоду, напоминаю, у нас 15% всего документов, хранящихся в архивах. По советскому периоду 79%. Ну и по уже современному, постсоветскому периоду, после 91-го года 6%. Все революционные документы доступны. Среди советских секретов у нас менее 4% миллионов дел или 2% процента, о чем я говорила. Но ни для кого из вас не является секретом, что с научным познанием до советской истории дело стоит у нас гораздо лучше, нежели с познанием советской истории. И отражением этой ситуации является, да, без греха, разного это вызывает, или, так сказать, претензии к учебникам по истории, и об этом широко пишет пресса, рассказывает по телевидению, пока здесь у нас конца этого не будет. Конечно, сказанное не означает, что мы не будем дальше заниматься на публикации источников. Обязательно будем, и будем это делать целенаправленно, отдавая приоритет общественно значимым проектам. Вот в совершающую стадию вступила у нас подготовка фундаментальной трехдопной публикации документов в Волод в СССР в 1929-1934 годы. Первые два дома в разных чтях вышли. Практически готовы в последние, в третьем том, вчера только обсуждали, где решающие детали, в которые помимо документов войдут также исследовательские статьи с анализом демократической ситуации в Советском Союзе в 1930-х годах. Впервые в мире на такой весомой общерной источнике вебазе Волод показывается и как общая трагедия народов СССР, это как результат стаинской политики коллективизации и индустриализации. У нас здесь нет различий с украинскими коллегами в оценке этого ужасного явления, кроме одного, но принципиального различия. Не найдено ни одного документального свидетельства, что Володомор был организован большевистской властью по национальному признаку, и потому был национальным геноцидом. Репрессивные иные методы, применявшиеся против украинцев с целью отобрать юных лет, с такой же беспощадностью и добором власть применена против крестьян Павловича, кстати говоря, над ним из наиболее пострадавших были немцы, республики немцев Павловича, против населения Северного Кавказа, Дон, Центрального Черноземья, Казахстана и других землепроизводящих районы Советского Союза. Издан нами двухдомник, в этом году Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны, 1939-1945 годы, в которые включено более полутысячи документов из 15 архивов России, Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Более 80% вообще публикуются впервые. Из-за подлинной раздочинства сборник составляет рассматривать над такими сложными вопросами, как взаимосвязь между национальным движением и коллаборационизмом. Где кончается одно и начинается другое? Какие методы и средства возможны и оправданы, во имя, в общем-то, понятны и по своему справедливой цели создания собственного национального государства? Прямо скажу, нет здесь простых ответов. Здесь большое поле для дальнейшей исследовательской работы. Но введение в научный оборон такого класса и количества новых источников это серьезный шаг в этом направлении. Главное только заранее не выставлять, как иногда у нас делается, политических и юридических отцепок, поставив эту проблему для научного анализа специалистов, для споров и дискуссий, в которых будет вырабатываться с точки зрения предвиженная к истине. Коллаборанты и коллаборационизм это, конечно, интернациональное явление, которое имело место у многих народов, в том числе и среди русских людей. Поэтому нам самим важно разобраться с этим явлением как частью советской истории и понять его истоки и смысл. Это важно и для понимания вообще советской эпохи, для хойстов ответа на столь модную линию, особенно в бывших социалистических странах, наших соседей, в теорию тождественности нацистов и коммунизма. С этой точки зрения феномен генерала Власова, его жизнь, судьба и предательство, как, впрочем, судьба его сторонников и последовательность, это чрезвычайно от тракта. Я не раз доводилась беседовать с детьми и внуками этого иммигрантов и ярых антикоммунистов. И поверьте, на вопрос, почему часть из них оказалась вместе с властными, а другие в движении сопротивления нацистам, однозначно ответа получено не было. Ответ, что делялись по принципу, кто больше национал-патриот, истине не соответствует. И Краснов, и Деникин, оказавшиеся в тех условиях Второй мировой войны по разным сторонам валика, как говорится, наступали за едины и недели. В этой связи мы приступили к подготовке в сборниках документов о деятельности властной русской освободительной армии, наступавших на стороне Германии во Второй мировой войне. Впервые в нескольких тамах будут собраны и опубликованы все основные источники по этой идее. Отдельный дом целиком составит документы архива средств на дел генерала Абасова и ряда других руководителей РУА специально рассекречены для этого стадия. Мы признатели нашим немецким коллегам, а в их архивах очень много материалов об этом, которые согласились помочь нам подготовить этот дом. Я хочу сказать, что мы по другим, по острым вопросам истории готовим такие документальные издания, но из-за отсутствия времени я не буду на них останавливаться. Рекомендую только отслеживать их появление. Вот украинские населедческие организационные электронные издания вы слышите, можно читать, перелистить, пожалуйста, на портале «Рахива России». Но, пожалуй, наиболее перспективное направление работы с пользователями, это, конечно, доступ к цифровому образом архивным документам и средствам и поискам через интернет. Здесь, этому направлению все больше сил и внимания уделяют. Взрывному повышению внимания к электронным архивам способствовали события апреля 2010 года, когда по решению президента Медведева на сайте Росархива были размещены электронные образы подлинников архивных документов по проблемам, как они из упомянутого архива Голлезберга. И никто не ожидал такого массового желания усиления с собственными глазами увидеть электронные копии документов. Это, кстати, к вопросу, интересуются граждане раз в прошлом были и интересуются. Так вот, в течение сайта дня к сайту обратилось более 2 миллионов граждан, российских и иностранцев. И даже в результате времени не завис сайт, поскольку, пропуская возможности серверов, на тот момент было примерно 300 тысяч обращений в день. Сейчас мы ее более чем двукратно увеличили, а мы чем-то этим опытом. Получили, правда, головную боль, откровенно хочу сказать, поскольку после размещения вот этих документов, которые на слайде вы видите, на нас в суд подал человек, который вызывает Сердор Крусталина, и вот в висковом заявлении обвинил нас в фальсификации в том, что мы разместили на сайте подложные документы, брошенные в российские архивы в начале 90-х годов злоу и жили. Ну, что сказать по этому поводу? Надо совсем не разбираться в организации советских архивов, тем более секретных архивов Политбюро, чтобы допустить такую мысль. В этом смысле известное выражение Михаила Булгак, на руку и себе говорят совершенно справедливое. Суд мы, кстати, выиграли, и его решение было одним из оснований для принятия Государственной Думы известного заявления об Катинской трагедии и жертв. Но возвращаясь к интернету, в наших ближайших планах продолжают виртуальные проекты по различию на столичке сюжета. Первая часть одного такого проекта посвященная 1150-летию российской государственности в виде виртуальной выставки уже сейчас возможно использовать в школе преподавания. Она размещена в интернете на портале Архива России с видеобращением вот только что здесь выступавшего председателя Государственной Думы и председателя нашего российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышки. В экспозиции представлены около 200 электронных копий документов, прежде всего главных законодательных актов страны. От русской правды с уебников Ивана Третья и Ивана Грозного до советских конституций. Причем вместе с образами имеется описание архивных документов их особенностей указано местных родителей. Пользователи интернета воочи теперь могут увидеть эволюцию законодательных актов страны. А также то, как зародились и развивались государственные герб, флаг и гимн. Там даже можно гимн в разном исполнении. Когда готовился гимн, у нас руководство страны слушало, выбирало, какое замечание будет гимна сделать каноничным. Потому что это все символы государственной власти нашей страны. Продолжается у нас подготовка другого проекта. под условным наименованием архива школы. Об этом проекте я говорил в прошлом съезде. Почти готов пилотный вариант проекта, который после январдских каникул у нас появится на портале. Мы будем признательны за замечание и предложение по обеим проектам, в основе его источники, которые вы можете показывать детям на ваших руках. Кстати, говоря, научный руководитель обеих проектов, известный ученый, директор государственного архива Российской Федерации, заведующий кафедрой и строительственного факультета МГУ. Сергей Лаврович Парененко здесь присутствует, и если будут вопросы, он готов на них ответить. Мне надо заканчивать, я уже так перебрал. Я только хочу сказать, возвращаясь к теме общественной миссии архивов, что эта миссия многоаспектна, но доверять все эти вопросы сохранения развития национальной политики нужно профессионалам, потому что без профессионализма невозможно вот эти все сложные вопросы решить. Спасибо за внимание. Спасибо.